Добрый всем день! Сегодня у нас 23 мая 2023 года в Харьков. Я продолжала свой видеодневник. Мы приехали с Амираном на занятия. У нас идет дождь. Амиран остался. Он так был рад вообще увидеть Лену. Он занимается с Леной и с Настей. Очень обрадовался. Сейчас расскажу поподробнее. Чуть позже. Так. Идет дождь. Сегодня дождливая погода. Сейчас могу переключить минуточек. Люди все с зонтиками. Вот как вы можете видеть. Прячутся от дождика. Сидят на остановке. Плюс 16, плюс 17 градусов. Ну вот такая вот у нас погода. Утром кричали воздушные тревоги немножко. Слава Богу, никаких взрывов я лично не слышала. Боюсь об этом даже говорить. Куда бы не сглазить. Вчера в комментариях у меня очень многие озадачились, спросили, что же это за декларация такая, которую мы заключаем с врачом или с клиникой. Спрашивали, это бесплатный полис или это страховка. Нет. Смотрите. Я уже об этом как-то упоминала, но я так понимаю, не все поняли. Может быть. Сейчас попробую поподробнее в двух словах буквально. Значит, после того, как у нас произошла медицинская реформа... Простите. В общем, после того, как она у нас случилась, эта медицинская реформа, они решили сделать так. Мы заключаем декларацию с доктором, каждый заключает, и с любым доктором. Ты можешь прийти в любую государственную поликлинику и заключить декларацию, если у этого доктора еще есть свободные места. Этот доктор закреплен за тобой, и каждый... Это как терапевт. И каждый раз, когда что-то случается, ты должен звонить этому доктору, а он уже тебе говорит о твоих дальнейших действиях. Что ты должен сделать, кому обратиться, выпить какие-то лекарства. Но потом же начался коронавирус. После этой... После введения этих правил, буквально через несколько лет начался коронавирус. И к врачам стало попадать все сложнее, сложнее и сложнее. И, в общем, как по мне, это стало только хуже, чем было. Но это не только по мне, это на самом деле. Все так думают. Я не видела ни одного человека, который сказал, ой, как прекрасно стало. Но в плане, вот, допустим, детского доктора, педиатра Норинова, к которому мы ходим, к Татьяне Васильевне ходили, теперь с Амираном, мне все же понравилось то, что ты можешь записаться на определенное время и не ждать в очереди. Ну, знаете, как раньше ты приходишь, и ты можешь ждать до посинения, допустим, в 8 утра пришел, а там очередь, и ты ждешь до часу дня. Теперь это все изменилось. Ты приходишь на определенное время, которое ты записался в интернете. То есть в интернете ты набираешь сайт своей поликлиники, потом ты набираешь своего доктора, смотришь, когда у него свободное время, записываешься на это время. Ну и все, по сути, приходишь, и никаких проблем. С этим, конечно, стало лучше. Но с тем, что, допустим, вот я вам объясню, у меня был доктор, к которой я попала случайно, когда была беременна Амиранчиком, и у нас, чтобы беременяшки, все должны, естественно, как и в других странах, стоять на учете, в женской консультации, на обследовании. В общем, в 2019 году я заключила декларацию с определенным доктором в поликлинике, где я числилась по прописке. Потом, ну, естественно, родился Амиранчик, я уже к этому доктору не обращалась. Затем, в прошлом году, когда летом я как-то не очень себя почувствовала, я решила сходить к этому доктору обратиться. Она не брала трубку, я пошла в поликлинику, оказалось, что она ушла в декретный отпуск. Я сказала, к кому же я тогда могу стать, к другому доктору, ну и это... И это повлекло за собой определенные сложности, трудности. Оказалось, что это должно растянуться на несколько дней. Я должна пойти и поду... Ну, короче. Я до сих пор так никакому доктору ни с каким декларацией не заключила. Еще я вам скажу такой моментик, который мне недавно рассказывали несколько мужчин. Сейчас, чтобы мужчину приняли в государственной поликлинике, он то ли справку с военкомата должен принести, то ли... Ну, какие-то такие нюансы, что теперь все, ну, большинство людей, если что-то случается, есть деньги, нет денег, но совершенно даже простые люди находят, естественно, средства, чтобы пойти, если уже не в моготу, к частному доктору. Ну, я надеюсь, вы понимаете, потому что... Сейчас, секунду. Подошла ко мне только аж и зрительница, пока я с вами разговаривала. Вон там она сзади идет, видите, на заднем фоне. Ну, я не стала снимать. Очень часто меня спрашивают, а почему вы не снимаете, как вам подходят? Подходят очень милые, добрые люди, благодарят. И мне очень приятно. Я говорю спасибо им. Они говорят спасибо мне, я говорю спасибо им. Сказала, что какая вы хорошая, и детки хорошие, и спасибо большое. Это как-то было сейчас в попыхах, я даже не успела спросить, как зовут девушку. Привет вам, кстати. Это очень приятно. На самом деле, вот я говорю, в 90... Какие 90? В 100% случаев ко мне подходят очень хорошие, добрые, милые люди, харьковчане, не только харьковчане, люди из других городов, с области. И... А в общем... О чем я вам говорила? О этой декларации рассказывала, что люди обращаются теперь в частную клинику. Ну, во-первых, вот даже сдача анализов. Я скажу, что... Нет, ну, конечно, в государственную обращаются. Но это если у вас есть время потянуть. Потому что если вам срочно нужен какой-то анализ, то это нужно либо в больницу ложиться, ну, естественно, если вызовет человек скорую и ляжет в больницу, ему сделают этот срочный анализ. А если ты просто так вот для себя решишь посмотреть, что там у тебя с кровью, придешь в поликлинику, то тебе нужно записаться. Это как минимум на неделю вперед все расписано. Ну, в общем, пока еще дадут результат. Состав крови изменится в организме человека. Ну, я думаю, это всем известная информация. Так что вот такие вот новости. Ну, как новости. Я просто рассказываю о нашей жизни. Я так понимаю, люди, которые из других стран, из других... Им интересно просто, как у нас. Ну, у нас вот так. Я думаю, что совершенной медицинской системы сейчас нет нигде. И... Ну... Что есть, то есть. Спасибо на этом. Раньше у нас вообще... Ну, я считаю, что... Ладно, это очень долгий разговор. По поводу... Я просто считаю, что прививки... Все это... Все это было правильно, так как было раньше. Мы повороли очень много болезней, инфекций, человечества. И шли, наверное, верным путем. Поэтому, прежде чем какие-то нововведения появляются, Наверное, надо 10 раз подумать. Один раз отрезать. Сказала вам по поводу Амиранчика. В общем, он так был счастлив. Боже, какая ель красивая впереди. Я вам сейчас покажу, будете в шоке. Посмотрите, какая ель. Она такая высокая. Выше пятиэтажного здания. Можете себе представить? Красотища, пышная. Очень красивая. Так вот, он настолько рад ребенок, что попал обратно к себе на занятия, в свою среду. А я очень рада за него. Думаю, будем ходить на занятия. Ну, я, по крайней мере, буду стараться приложить все усилия, чтобы у нас получилось ходить на эти занятия. Здесь есть. Кушает. Кушает. Так, у меня еще спрашивала вчера девушка в комментариях. Говорит, а на какую камеру вы снимаете? Я ей пишу, на обычный телефон. Она пишет, так что на селфи-палку я пишу, нет, просто на руку. Я держу телефон в руке. Когда вы видите, что я его держу немного дальше, но это просто я переключаюсь на, я не знаю, как это называется, широкоугольный формат или как. Это все в телефоне, и все, ну, руки длинные. Могу вот так вот сделать. Никаких селфи-палок у меня нет. Вот. У меня есть только мои руки. Но я просто, мне это не требуется, мне это не нужно. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.